Каждый, кто приходит на работу, должен быть уверен, что его жизни и здоровью ничто не угрожает. Причем независимо от того, где бы он ни трудился – в офисе или на предприятии, на вредном производстве или в социальном учреждении. Работа по улучшению условий охраны труда – одна из самых важных задач всех уровней власти. С этих слов губернатора на заседание правительства началось обсуждение по-настоящему серьезной темы. В Ивановской области зарегистрировано 59 тысяч работодателей. Согласно федеральному законодательству, они должны проводить оценку каждого рабочего места. Сейчас эта задача выполнена в регионе более чем на 60%. К 1 января 2019-го показатель должен составить 98%. Сопоставляя общее количество рабочих мест с количеством тех, что прошли спецоценку, рекомендуем руководителям организаций активизировать эту работу, но особенно следует обратить на это внимание работодателей Гаврилова-Пасадского и Заволжского муниципальных районов. Ни один год в регионе не обходится без несчастных случаев на производстве. Самый высокий уровень травматизма зафиксирован на предприятиях обрабатывающего производства и в сельском хозяйстве. Опасности подвергаются сотрудники Почты России, судебные приставы, работники Газпром газораспределения. Причины всех несчастных случаев, они из года в год одни и те же. Это эксплуатация неисправных машин, допуск к исполнению служебных обязанностей работников без обучения, без стажировки, без медицинских осмотров, неудовлетворительная организация производства работ. В этом году при исполнении должностных обязанностей один человек погиб, 11 получили тяжелые травмы. И все это застрахованные случаи. Если сотрудник официально нетрудоустроен, то надеяться ему остается только на себя. Здесь человеку наносится ущерб, непоправимый порой, да, и он остается один на один с проблемами своего здоровья, потому что в свое время в поисках сиюминутной выгоды или еще чего-то пошел на неоформление своих трудовых соглашений. И здесь мы должны задействовать весь механизм. И наших медиа-средств, Игорь Витальевич, и фонд страха, и инспекцию по труду. То есть должны постоянно говорить о том, как это плохо. За последние пять лет уровень производственного травматизма сократился на 52%. Однако этот показатель еще далек от абсолюта. Чтобы работа была комфортной и безопасной для каждого, еще нужно поработать.